Приветствую вас, давайте разберём ваш текст. Почему я говорю текст? Потому что в нём отсутствует вопрос, а в нём отсутствует запрос, собственно говоря, поэтому давайте его разберём. Мне 20 лет, и у меня ситуация, что я нахожусь в отношениях и не люблю своего парня. Всё началось с моего бывшего, мы с ним встречались 3 года, я его очень любила, но в конце отношений поняла, что нет перспектив, что мы друг друга мучаем, и мне не хватает свободы. Что мне трудно рядом с ним, и он не даёт мне того, что я хочу. Он был безответственный, импульсивный, нигилистичный. После расставания я очень много плакал, и было тяжело, но я знала, что решение правильное, и мне будет лучше без этой токсичной привязанности. В этот момент в моей жизни появился и нынешний парень. Он был полный противоположен к бывшему. Ответственный, заботливый, самостоятельный, словом идеальный. Очень помог мне выйти из депрессии, почти сразу мы начали встречаться. Сначала, всё было очень хорошо, я даже думала, что влюбилась, но в последний месяц я перестала что-либо чувствовать. Я успела познакомить его с семьёй, которая им безумно понравилась, и когда я подумала расставаться, мне начали говорить, что я дура и теряю лучшего мужчину в своей жизни. Так продолжается уже почти полгода. Летом я уезжала работать в другой город, и окончательно от него отвыкла. Я мучаюсь рядом с ним, на меня держат то, что он делает для меня просто всё, всё, что я захочу. Кажется, что вот он, идеальный вариант, и муж, и отец будущих детей. Однако я сам сама, пока не хочу думать о семье, плюс перспективы замужества с ним меня пугают. Он вызывает у меня раздражение почти во всём, я постоянно чувствую давление со стороны всех, кто он такой хороший, мне повезло, чувствую себя дурой, которая не может оценить хорошего мальчика и гоняется за плохими, но я не знаю, что мне делать, и как начать хоть что-то чувствовать. Помимо этого, мне он стал противен и в физическом плане, я не хочу его, а он требует постоянно, и в случае отказа орёт на меня и злиться. Я не знаю, что мне делать, так как я вроде получила, что хотела, но я не счастлива. Мне хочется быть одной, но при этом страшно, что это лучший вариант, как говорят мне все. Да и бросать его сложно, он делает всё, и очень меня любит, не хочу разбивать ему сердце. Марина, я думаю, что вам нужно сформулировать запрос к психологу и определиться с тем, что вы хотите изменить, потому что ситуация ваша, она достаточно разноплановая, и говорить можно о многих вещах, что я сейчас и попробую сделать, но не совсем понятно, чем именно вы хотите работать. А с какими-то вещами, возможно, вы и не согласитесь. Хотя это является проблемой, на мой взгляд. Итак, вы пишете мне 20 лет, но с вершиной очевидно, что раз вы начинаете с возраста, то возраст имеет какое-то значение для вас. Какое? Я нахожусь в отношениях и не люблю своего парня. То есть, по сути, речь идёт о потребностях. Вам нужен кто-то, кто бы давал вам то, что вы хотите. Так вот, это не отношения, это зависимость, потому что в отношениях люди отдают. У меня же возникло впечатление, что вы хотите больше получать, чем отдавать. Если вы хотите что-то получать от своего парня, парня, это нормально, но зависеть от этого и тем более находиться в отношениях только поэтому является деструкцией. Дальше. Вы пишете, что я начала с моего бывшего, мы с ним встречались 3 года, я его очень любил, но в конце отношений, понималось, что перспектив нет. Вот, знаете, в чём штука, вы пишете, что вы были с ним 3 года, что вы его очень любили, но в то же время пишете, что он безответственный, импульсивный и нигилистичный. Ну, возникает вопрос. Если он такой, вот как вы говорите, и не давал вам того, что вы хотите, да? Как же вы его выбрали? Ну, вы же его выбрали почему-то? Вы влюбились в него? Вот. Складывается ощущение здесь, по крайней мере, что он вас тем и привлекал. Что он безответственный, что он импульсивный и так далее. Дело в том, что, по-видимому, у вас этого не хватает. Вам этого не хватает. Безответственность, импульсивность, вам этого не хватает. Мне показалось, что человек вы в большей степени контролирующий. После доставания я очень много плакал, мне было очень тяжело. А от чего было тяжело? В этот момент в моей жизни появился нынешний парень, и он была полная противоположность впечатлений. То есть сменили силу на мыло. По сути, да? От одной потребности отказали, потому что она, типа, ведет никуда. Выбрали другую потребность, которая, типа, более конструктивная, более правильная. Вообще, первый мужчина – это олицетворение неправильности, второй мужчина – это олицетворение правильности, кроме интимной сферы. Вот, как будто бы вы мечетесь от неправильности к правильности. Вот вы пишете, что он был идеальный. Идеальных людей – нет. Это вы его идеализировали, так же, как идеализировали и своего первого парня. То есть вы идеализируете мужчину. Идеализация – это наполнение человека тем, что вы хотите сами в себе видеть. Очень помогу выйти из депрессии. Но, опять же, не совсем понятно, что здесь понимается по депрессии, потому что депрессия – это заболевание. Заболевание нужно лечить, в том числе медикаментозно, поэтому не совсем понятно, что имеется в виду. Дальше начну помогу выйти из депрессии, и мы сразу начали встречаться. То есть одна вы посетите и не были. То есть вот в 17 лет, я так понял, вы начали встречаться с первым парнем, после расставания появился второй парень, с которым вы сейчас в отношениях. Ну, есть ощущения, что вы не можете быть одной. Сначала все было хорошо, я даже думал, что влюбилась. Но, опять же, давайте раскроем. Все хорошо – это что? Это как? Влюбилась – это как? Но постепенно, в прошлом месяце, я перестал что-либо чувствовать. Ну, тоже. Так не бывает, что перестал что-то чувствовать. Вы стали чувствовать что-то другое. Только запрещайте себе это чувствовать. Ну, в частности, например, вы пишите, что испытываете раздражение на него. Это же чувство? Я успел познакомить его с семьей, которая вам безумно понравилась. А зачем вы это сделали? И когда я подумал о расставаться, мне начали говорить, что я дура и теряю лучшего мужчину в своей жизни. В общем-то, это так не работает. Лучший мужчина в вашей жизни, худший мужчина в вашей жизни – это... лознье убеждения, лознье установки. Так не бывает. Но для вас это важно. Желание быть правильным, возможно, желание быть защищенным и так далее. Здесь у меня появился вопрос о том, как твердо вы стоите на ногах сама. Так продолжается уже почти полгода. Поэтому я уезжал работать в другой город, и окончательно от него отвыкл. Ну, опять же, вот понимаете, вы здесь сами того не замечаете, говорите о том, что вы к людям привыкаете. Ничего в этом плохого нет. Мы действительно привыкаем, то есть привязываемся к людям, это правда, но есть один момент. Для вас это, судя по всему, является серьезным. Я мучаюсь рядом с ним, от чего мучаетесь, но держит меня точно, он делает для меня просто все, все, что я захочу. Как вас это держит? Отдаете ли вы себе отсчет в том, что если человек делает для вас все, что вы хотите, это не про любовь? Опять же. Кажется, что вот он идеальный вариант и муч, и отец моих будущих детей. Опять же, есть ощущение, что вы смотрите не на личность человека, а на то, что он делает для вас. Так сказать, ну вот, то, что называется отношением, поступками, да, нам говорят, смотри на то, что для тебя делают люди, да, смотри на то, на то, что для тебя делает человек, смотри на то, как он к тебе относит, и так далее. Это довольно распространенное убеждение, и я с ним сталкивался тоже. Но, на мой взгляд, важнее то, что чувствуете вы, а не то, что делает, или чувствует, это мы никогда не узнаем, и что говорит другой человек, что-то чувствуете вы, потому что это ваше жизнь, потому что вы находитесь в отношениях, потому что человек может, может, знаете как, и не делать ничего особо, а вы, как будто можете чувствовать что-то очень прекрасно, главное, чтобы это не вредило вам. Дальше, значит, так, тут вот про мужа и отца детей, это история про, про защищенность, про определенность, то есть, возможно, у вас есть страх с неопределенностью. Однако, вы пишете, сама я пока не хочу думать о семье, плюс перспектива, замужество меня с ним пугают, пугают. То есть, вы сейчас о замужестве думать не хотите, но в мужчине уже видите мужа и отца детей. Ну, и что это? О чем это? Вот, это конфликт. Противоречие. Он вызывает у меня раздражение почти во всем, я постоянно чувствую давление со всех сторон, что он такой хороший, и мне так повезло. А это история про то, что вы боитесь быть плохой. С одной стороны, и с другой стороны, тут у вас есть проблема личных границ. То есть, раздражение, это про личные границы, про то, что человек постоянно нарушает ваши личные границы. Опять же, за счет чего? За счет того, что он делает для вас то, что вы хотите. Дальше, значит, чувствует себя дурой, которая не может оценить хорошего мальчика, гонится за плохими. Это стреку плохой, опять же. То есть, вот какой-то есть хороший мальчик. Ну, это не обязательно, что у вас к нему чувство появится, правильно? А вы от себя этого требуете. Я не знаю, что мне делать и как начать хоть что-то чувствовать. Ну, вы уже чувствуете это. Это раздражение и страх, и тревогу. Что делать, вы не знаете, а что делать, чтобы что. Правильно ли я понимаю, что вы пытаетесь себя заставить влюбиться в него? Помимо этого, он стал неоперативным в физическом плане, я не хочу его. Ну, это нормально. Если человек нарушает личные границы, конечно вы его не хотите. Он требует постоянно, в случае отказа орет на меня из лица. Это говорит о том, что у вас отношения недоверительные. Что в них нет контакта. Глубоко. Я не знаю, что мне делать, но опять же, что делать, чтобы что. Я вроде получила, что хотела, но не счастлива. Потому что это костыль. Но костыль делает вас несвободным. Мне хочется быть одной, но это желание убежать, но на самом деле как бы здесь статус про другое. Про то, что вы хотите убежать, но в действительности вы хотите, чтобы все-таки с вами кто-то кто-то был. Представь, что это лучший вариант, как говорят все. Разве в отношении людей применим такой термин, как лучший вариант? Вам было бы приятно, если бы про вас говорили, что вот, она лучший вариант, Марина лучший вариант. Да и бросать его с лоднью, он делает все, и уже меня любит, не хочу развивать ему сердце. Это оправдание. Это оправдание, чтобы оставаться с ним, чтобы не рисковать, чтобы идти на поводу своего страха. Так вы оправдываетесь, так вы оправдываетесь. Вот. Вы оправдываетесь жалостю к нему. Ну и по сути, жертвуете собой, по сути. Как-то так, я думаю. Так чего же вы хотите, Марина? Что вы хотите от психологов, какой у вас вопрос? На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь. По моему ответу это позволит вам начать над собой работу и сформулировать базовые постулаты для психотерапии. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь.